Приветствую вас, аноним. Знаете, вот всегда немножко неловко слушать и читать истории, в которых люди говорят о ком-то. То есть люди говорят о ком-то, о партнерах, о родителях, о близких, о друзьях, вот. И они задают вопрос, как нам вот изменить человека, как мне донести до человека, он не понимает, как мне его изменить, как мне на него повлиять, что мне сделать. Мне всегда видится, как психологу, здесь некий такой перенос, то есть некая такая сублимационная составляющая, потому что за счет другого человека я пытаюсь что-то сделать. А я человека вот таким, как он есть, не принимаю, да, а я хочу его изменить, и я страдаю и переживаю, нахожусь в негативе от того, что этот человек не меняется. Вот. Ну вот я переживаю, да, из-за того, что он не меняется. Я нахожусь в таком депрессивном, может быть, немножко состоянии, да, из-за того, что человек не меняется. И вот мне кажется, мне думается, что, в общем-то, вот это является деструктивной историей, а не то, как вам изменить человека и какую модель поведения простроить, чтобы угадать, куда нужно начать, дабы мужчина стал вести себя по-другому. Знаете, это, ну, какие-то игры получаются. Вот. Вам нужно определиться с самой, и что вы чувствуете к мужу своему, да. Принимаете ли вы его таким, вот, какой он есть, да, вот, не доводящий дела до конца, не прилагающий усилий для того, чтобы работать. Кстати, а зачем ему прилагать усилий для того, чтобы работать? Вот, зачем лично ему это делать? Хм, непонятно. Значит, играющего на бирже, имеющего долги. Вот, принимаете ли вы такого человека, такого мужчины, если в нем, если в нем для вас во всем этом позитивно? Если принимаете, то просто будьте с ним. И все, если принимаете его. Для него мамашей, как вы пишете в кавычках, быть не нужно, да. Потому что мамаша, это так, как раз таки, кто не принимает партнера. По крайней мере, именно мамаша. То есть, понятно, что в отношениях есть доминанты. И бывают доминанты гармоничные, когда, например, вот, женщина хочет подчиняться мужчине, и мужчина хочет вести, как бы, женщину. Бывает, когда наоборот. Ну, бывает так же и в ситуациях, когда женщина не хочет подчиняться мужчине. А мужчина, условно говоря, там, вот он такой, вот он такой по своей природе, что он выбирает, ну, вот он хочет, чтобы женщина подчиняла. Ему это нужно, да. Вот. И, вот, из-за этого, собственно, образовывается дисгармония. Вам определиться нужно. Вы к мужчине, с моим мужчиной чувствуете. Вы же понимаете, что он такой был всегда. Скорее всего. И вы с ним жили. Ну, вот, дошло дело до определенной точки. Да. То есть, дошла ситуация до определенной точки, что вот все, вот. Долги выросли, кредиты. Все, вы понимаете, там, с мужчиной, там, ну, не знаю, чуть ли не опасно жить, да. Мол, коллекторы придут, и все такое. Ну, это я, к примеру. Ну, и все, вы ему говорите, что, дорогой, там, извини, я тебя очень люблю, но, типа, я вижу угрозу вот в своей жизни, да. И все. И вы для себя, для себя, в первую очередь, делаете какие-то выводы относительно того, что я делал не так, а. То есть, там, где я упустила, где я пошла против себя, потому что, ну, очевидно, что угроза вашей жизни, это не то, что вы хотели бы, да. Не то, не то, к чему может стремиться человек. Ну, вот. И все. И вот в этом, примерно, ключе вы двигаетесь. В этом, примерно, ключе вы направляетесь. Не нужно никого менять. Знаете? Значит, ну, мне не очень, вот, нравится с точки зрения, вот, я понимаю, это популярная достаточно история. Вот. И для кого-то это довольно прибыльное, довольно прибыльное дело. Но мне не нравится, когда люди, вот, ну, создают или продвигают, вот, такую тему, как, ну, как лучше общаться с мужем? Как лучше вести себя с мужчиной? Да? Вот эти вот, такие вот обстановки вопроса, когда партнер, ну, я не знаю, он как-будто превращается, знаете, в какое-то животное, вот, дикое, дикое неприрученное животное, вот, его пытаются приручить. Ну, вот, я, хорошо, это чувствую, потому что я, ну, я не люблю, вообще, вот, все это связано с партнерами, да, то есть, я не люблю про животных передач, у меня такое вот, особенное чувство, чувство вызывает, вызывает. И когда я вот эти вот вещи слышу, у меня то же самое, то есть, я испытываю те же самые чувства, чувства. Да, вот. То есть, человек проравнивается к какому-то животному, к которому нужно найти подход, к которому нужно найти путь. Знаете? И потом говорят, мы работали над отношениями, это было тяжело и трудно, мы работали над отношениями, мы столько всего пережили, а он взял и ушел и мне изменил, например. Ну, то есть, вот. А отношения в некоторой степени сложнее, чем то, что я писал, но в некоторой степени и проще. Вот. Я понимаю ваше чувство, что вам неприятно, что так получилось, что вы не хотите человеком жить, но вы с ним разъехались, и разъехались вы, потому что что-то неприятное вам. Понимаете? И нужно исследовать, что вам неприятно, и решить, что вы будете дальше с этим делать. Решить, как вы будете с этим дальше поступать, потому что мужчина не изменится, скорее всего. По крайней мере, радикально, да, он не изменится, он не начнет сразу прикладывать какие-то усилия, но он человек такой. Может быть, он что-то найдет, вот он перестал, значит, работать с биржей, и, в общем-то, это хорошо, что он перестал работать с биржей. Но не факт, что он станет таким, если он не был никогда активным, он не станет активным, вот знаете, принципиально другим человеком, потому что его личность уже сформировалась. Да, какие-то углы, особенно острые, там можно, конечно, сгладить, но важно понимать, что принципиально, концептуально человек такой. И что делать здесь не в том, что делает он, а в том, принимаете ли вы его полностью таким, какой он есть. Если вы не принимаете его таким, как он, если, наверное, быть вам местным. Вот и вся история. Но для этого нужно быть честным с собой, для этого нужно честно себе в этом признаться, для этого нужно честно сказать себе, что да, это так, да, это вот так, да, я это чувствую, и да, я там хочу чего-то или не хочу. Ну, больше, к примеру. И для этого нужна смелость, в первую очередь. А тут вот начинается вот эта вот история, когда, вот как мне что-то сделать, как мне найти к нему подход, если вы любите, подход не нужен, если вы принимаете человека, подход не нужен. Да, там поработать немножко с личными границами, да, поработать с поведением, чтобы вы действительно не занимали родительскую позицию по отношению к нему. Но это коррекция вашего поведения, вашего отношения не мужчины, а вашего. Измените свое поведение, изменится мужчина, но ровно настолько, насколько он может. Ровно настолько, насколько у него есть потенциал. И если вы не принимаете его сейчас, то вряд ли вы примете его, когда он изменится, если его потенциал. Изменения будут не такие глобальные. Ну и сами посадите, насколько человеку будет приятно, если вот вы примете его и будете с ним только если он изменился. Вот насколько человеку будет приятно. Вот был бы приятно вам, если бы, там, не знаю, там, вот, вам бы сказали, да, типа, что, ну, вы обращаетесь к колоколу, а вам бы сказала, что, вот, значит, мы тебе ответим, да, мы тебе ответим. Если ты выполнишь, вот, ряд таких-таких-таких-таких условий, там, купишь себе, там, не знаю, серобуро-малиновый серафан, да, и танцуешь, значит, северный танец в нем, вот. Ли-и-и-и-и-и опубликуешься, да, то есть, как бы, лицо можно не показывать, да, вот, но это все сделай. И только после этого мы тебе, мы тебе ответим. Только если только после этого ты станешь достойна нашего ответа. Ну, вот, ну, понимаете, это уже очень неприятно. Я утрирую, понятно, что я утрирую, но суть, как бы, она в этом. Вот, поэтому вы меньше внимания уделяете здесь мужчине, вы больше на себя брали внимание. Вы в этой ситуации, оказывается, вы как-то этого мужчину выбрали, вы связали свою жизнь с ним, вы такая женщина, вы такой человек. И вопросом, хотите быть такой женщиной, хотите быть таким человеком, который находится с таким мужем, с таким мужчиной. Понимаете? То есть, вот, насколько я нахожусь в контакте со своими чувствами, насколько я нахожусь в контакте с тем, что я хочу. Если я не нахожусь в контакте с тем, вот, с тем, что я хочу, то, наверное, лучше нам изменение начать с себя. А изменяясь самостоятельно, вы измените своего партнера. Только это будет совсем иного рода изменение. Понимаете? Я сейчас, на мой взгляд, банальную достаточно вещь скажу. Вот. Но представьте себе такую ситуацию. На торжественный вечер, ну, ужин какой-нибудь, да, концерт, приходит пара, мужчина и женщина. Оба они одеты в, ну, крайне такую, знаете, незаметную, блеклую одежду. То есть, формально, в том месте, куда они пришли, там дресс-кода нет. А каждый, каждый может, каждый может одеваться так, как он хочет. То есть, это вот не какая-то история, да, где по дресс-коду тебя выгоняют. Но, большинство людей одеты, ну, скажем так, по-вечернему, да. То есть, кто-то в деловой костюм, кто-то в вечернее платье, кто-то в деловое платье. Но не вот в такой одежде, да, вот как вот, ну, там, полуспортивный такой. А пара пришла именно в такой одежде. Пара пришла именно в такой одежде. И женщина, она вот сидит с мужчиной и говорит, вот, ну, что ты выглядишь, как, не знаю, как хиппи. Ну, посмотри вокруг, не того сидит, стыдно. Мне стыдно, чтобы сидеть, посмотри, как все одеты, где-то и ты такой. Ну, как бы, как бы, согласитесь, да? Вот. Ну, это вызывает у мужчины что? Либо это у мужчины вызывает агрессию, либо это у мужчины вызывает такое вот депрессивное состояние. Дальше. В следующий раз, на следующий раз, пара приходит та же, но женщина, она одета в такой же вечерний платье. Все на нее смотрят, она королева вечера, она в центре внимания мужчин, она, как бы, ведет себя адекватно. Смотрите, она не флистует с другими мужчинами, она показывает всем, что она вот со своим мужем. И она не просит от мужа изменений каких-то, она его принимает таким, как он есть. И вот здесь появляется тот самый потенциал для роста. Если мужчина хочет, если мужчина будет чувствовать, что, блин, да как же так? Почему же она вот такая, а я вот такой, черт возьми, ну, как бы, я смогу быть лучше. Он что-то сделал. Или он не сделает ничего. Но, для женщины, это не важно. Смотрите, какая штука. Вот очень тонкий момент, что изменения не должны быть обязательными. А вы, несмотря на то, что хотите, без упреков, без каких-то, без негатива, вы все-таки подразумеваете, что изменения у мужчины должны быть обязательными. И в этом важна самая главная ошибка. Ошибка. Потому что обязательность изменений у партнера, это всегда наше собственное желание, которые мы не хотим замечать. Вряд ли мы станем счастливее, если наше желание будет зависеть от других людей. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Вы сможете сохранить свой брак. Ну, если хотите, обращайтесь вдвоем с мужем на личную консультацию к психологу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.